Михаил Бородатый на протяжении 7 лет является клиентом страховой компании «Росгострах». И когда срок его страховки стал подходить к концу, мужчина по привычке обратился в свою страховую организацию. Однако ему ответили, что «Росгострах» больше не выдает полисы ОСАГО. Мы не можем застраховать свою машину. В связи с тем, что мы застрахуемся в гострахе, а на сегодняшний день у них прекратили свою деятельность. Как именно они делают, но ОСАГО не работает с ОСАГО. Почему? Потому что, видимо, там много неприятностей. И мы оказались крайними. Поэтому стоит задача, что делать. А ведь лет-то надо и в сады ехать, и мало ли чего. Человек имеет машину, чтобы она стояла. Конечно, нет. 26 мая Центральный банк России ограничил лицензию «Росгострах» на заключение договоров ОСАГО. Это случилось из-за массовых нарушений со стороны организации. В частности, по навязыванию дополнительных услуг своим клиентам. Только за последние два месяца с жалобами на компанию обратились более 2,5 тысяч россиян. А в страховой компании по телефону нам объяснили, что физическим лицам страховку не выдают. А вы как физическое лицо обращаетесь? Да, да. Ну, к сожалению, в связи с ограничением лицензии по ОСАГО Банка в России, компания «Росгострах» с 27 мая 2015 года временно прекратила заключать договор ОСАГО. Мы несли и продолжаем нести весь объем ответственности по всем заключенным договорам, как обязательного, так и добровольного страхования. Предраздим извинения за возможные неудобства. Но решение ваших дальнейших действий вы принимаете самостоятельно. У нас нет информации по другим страховым агентам. По блаже к автолюбителям не будет и со стороны дорожной полиции. Госавтоинспекторы Нефтекамска поясняют, что водитель с просроченной страховкой понесет ответственность, независимо от того, по чьей вине не заключен договор ОСАГО. За отсутствие страхового полюса ОСАГО предусматривается административная ответственность в виде штрафа в сумме 800 рублей. А если человек не вписан в страховый полюс, в этом случае предусматривается административная ответственность в виде штрафа в сумме 500 рублей. С окончания даты страхового полюса никакого времени не дается. Страховка выдается от даты до определенной даты. В этом случае только ответственность человека застрахована страховой компанией. Еще в конце мая на федеральных каналах была информация, что руководство страховой компании «Росгострах» обещает устранить все предписания надзорных органов в максимально короткий срок. Тем не менее, нефтегамцам остается ждать, пока страховщикам будут устранены нарушения и ходить пешком, либо искать другие способы застраховать свой транспорт.